Ох уж этот Лёша! Всё лопает и лопает, как в него столько влезает. Как ты думаешь, угостит или не угостит? Этот жмот, ну ты посмотри, он же делает вид, что нас не замечает. А я всё равно пойду и попрошу, может не откажет. Ну-ну, попробуй, этот жмот это всё равно, что-нибудь придумает, лишь бы не делиться. Ну, зря это так. А я всё равно пойду и проверю. Иди, иди. Мне уже интересно, чем это кончится. А вот и посмотрим. Лёш, а Лёш? А, Свет, привет. Чего тебе? Можно я возьму одну конфетку? Да, конечно. Бери сколько хочешь. Хоть две. Ты представляешь, у меня брат сдавал тесты для поступления в школу. Это ужас какой-то. Неужели сложное? Ну, а ты сама попробуй ответить. Что общего у молока и ёжика? Вот это да. Я не знаю, что общего. Сдаюсь. Оказывается, и молоко, и ёжик сворачиваются. Ох, ничего себе. И об этом должны догадываться дошкольники? И правда ужас. Может, мы этот, несообразительные? Вон Игнатьев идёт. Он вроде умный парень. Давай спросим. Артём. Вот ответь на вопрос. Что общего у молока и ёжика? Чего, подколоть хотите? Да нет же. Это вопрос из дошкольных тестов. Мы вот не знали, а ты знаешь. Что общего у молока и ёжика? Ну, что делать ёжик, если его испугать? Неужели молоко даёт? На, угощайся. Вот не знаю, как другим. Мне никакого шоколада-мармолада не надо. На халву подавай. Буду есть её без остановки, пока не кончится. Ну, не хочешь, не надо. Нет-нет, я её всё-таки съем. Да, халва это клёво. Только я её чуть меньше, чем конфеты люблю. Ну, это смотря какие конфеты и какая халва. Но я бы лучше халву выпаяла. Особенно подсолнечную. Ну, подсолнечную я тоже люблю. Наверное, даже больше, чем у ириски и карамельки. Но всё-таки шоколадные конфеты. Особенно с тёмной начинкой. Ириски, шоколадки всякие. Это тоже, конечно, хорошо. А у халвы есть особые странные свойства. Какие? Нужно её обязательно ставить в холодильник. Зачем? Она ничуть не испортится, если оставить её на столе. Если её оставить на столе, она испаряется. Никогда бы не подумала, то, что от безделья можно получать столько удовольствия. Сразу пропадает чувство суеты. Ты успокаиваешься и начинаешь жить по-настоящему. Эх, вот я раньше тоже куда-то спешила. Работала. А сейчас ты открыл мне глаза. Я понимаю, что это прекрасно. Мы знаем. Мы это давно поняли. Пусть дела идут, как идут. Мы здесь для наслаждения. А в университете мне обратное говорят. И я ведь их слушала. А кем ты работаешь? Я репетитор при кафедре. Меня направляют к студентам, успеваемость которых сильно беспокоит декана. Ха! И тебя отправили к нам помочь с успеваемостью? Ну, не совсем. Но вы мне открыли глаза, что счастье – это так просто. А чем тогда тебя направили? Сказать, что вы отчислены. Как? Ты что? Почему? За неуспеваемость. Это если не универ, то армия! Что разлеглась? Давай-давай! Моментом наслаждаюсь. Заберу камеру! Какая суета! Игорь и Женька, на тренировок сегодня не опаздывайте! Это хорошо. И я тоже в вашей команде буду. Привет, Ирина, Маша! Как твой велик? Давай чини его и поедем кататься. А у меня есть самокат. Хотите покататься? Почему все отвлекаются тебе, а мне нет? Ты что, их всех знаешь? Я их и не знаю вовсе. Просто я очень уверенно говорю. Не так, как ты. Можно я с вами поиграю в команде? А как надо? Ну, например... Вон, ребята, на велосипедах стоят. Я их совсем не знаю. Слушай, эй, ребята, я сегодня буду в вашей команде играть. Конечно. Да, приезжай. Ну, так как-то. Пацаны, хотите поржать? Ну да. А я? Ну, пойдем и ты. Девчонки, хотите, я вам фокус покажу? Давай. Смотрите внимательно за моей рукой. Чего за фокус-то такой? Ничего не поняла. Да палец пропал. Да он же у тебя не пропал, ты его просто в кулак спрятал. Ты чего не прятал? Это фокус такой? Покажи еще раз. Да, на. Да легко. Вот теперь разожми кулак и докажи, что там у тебя ничего нет. Вот, смотрите. Теперь верите? Если не секрет, как у тебя это получилось? Сам не знаю. Петрова, это не твой желтый спортивный велик на школьной стоянке стоит? Нет. Мой розовый дамский велик ждет меня, когда я после школы приду. Шишкина, это не твой случайный велик стоит? С карбоновой рамой с 12-ю скоростями двухподвесный стоит возле школы. Нет, не мой. У меня у велика полное отсутствие подвески и наличие лишь одной передачи. Ленка, и не твой. Да у меня вообще велика нету. А хотите знать, чей он? Хотим. Это мой велик. Ну и хвастом. Слушайте, ребят, вы не знаете, чей там желтый велик стоит? С 12-ю скоростями и двумя подвесками. Это мой велик. Так беги скорее, его уже угоняют. Ой, девчонки, кажется, не в ту мы авантюру ввязались. Успокойся уже. Не забывай, что будет даже, если ты тройку получишь на этой олимпиаде. Тут главное сдать первой. А не всегда первым ставят следящие оценки. Но они какие-то здесь все слишком, слишком умные. Спокойно. Думай о подарке, который тебе родители подарят за олимпиаду. Они пока задание прочтут своим плохим зрением. Ты уже половину сделаешь. Итак, мы начинаем олимпиаду. Попрошу вас занять места и приготовиться к решению заданий. Извините, а я там и ручку забыла. Ничего страшного, у меня есть. Подойди и возьми. Ты где ходила-то? Они все вмиг порешали и ушли. Ну все, садись решай сама. Я за тебя половину уже сделала. Эх, такую возможность упустила. Была бы первой и по-любому в тройку получила. А теперь все, решай сама. Решай, решай. Значит так, оператор, ты стоишь здесь? Хапушка, ты стоишь здесь? Рита, ты стоишь тут? Лейла, ты входишь в дверь, видишь ее. Подходишь к ней? Говоришь, ты чего? И толкаешь ее в плечо. Поняла? Поняла. Рита, ты стоишь здесь? Ты в ответ ей говоришь, а ты чего? И толкаешь ее тоже в плечо. Поняла? Поняла. Приготовились. Камера. Есть. Мотор. Да есть. Шкатер пятый, дубль первый. Начали. Ты чего? А ты чего? Стоп! Да вы чего, не выспались? Кто так толкает? Иди сюда. Вот как надо. Понятно? А ты чего толкаешься? Ау! Ах ты ж! Иди мне! Отпусти меня! На! Ну, вот так примерно и надо. Поняли? Ага. А ты что, снимал все это? Ага, конечно, снимал. Это как раз то, что надо. Замечательный дубль получился. Кирилл. 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 Как там правильно замутить с Чикой, чтобы она со мной погулять сходила. Ты что, правда, что ли? Конечно. В последнее время она перед глазами. Не могу заснуть. Я только Ромео и Джульетто читал. А это про любовь. Про любовь. Ну, и что мне надо ей говорить? А там написано следующее. О, милая, о, жизнь моя, радость стоит сама, не зная, кто она, губами шевелит, но слов не слышно. Пустое существует взглядов речь. О, как я глуп, с ней говорят другие. Кирилл, а давай сегодня после школы погуляем? И погода такая хорошая. Ромео, мои родители против, чтобы мы общались в интернете. Так убежим скорей! Так не узнали, где мы! Бежим! Он только должен там ловить Wi-Fi! Не обсуждается, любовь моя! Да, без Wi-Fi будет сложно нам всем лайки раздавать, друзья! Так ты пошли в торговый центр! Он там есть! Спешу тебя огорчить! Там нет Wi-Fi, как уже полгода! тебя! Ну что же делать нам? Куда бежать? Нам нужно только месяц подождать! Я не могу так долго ждать! Там нет Wi-Fi, а значит, нет меня! Там нет Wi-Fi, нет тебя, а значит, нет меня! нет повести ужаснее на свете, чем повесть о Wi-Fi, Юле, Роме и об интернете. Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Так, и кто это сделал? Я! Ты? Я помогу вам найти преступника! Да ладно тебе, Петров! Положите улику на место! Судя по тому, как он расположил эту кнопку, это не профессионал. И у него это было в первый раз. Что вы скажете, Ватсон? Все улики указывают на то, что это сделал человек, который отрицательно относится к знаниям и не хочет их получать. Отлично, Ватсон! И кто же это мог быть? Он небольшого роста, слабого телосложения, так как поднять эту кнопку особой силы не требуется. Так, так, так. Это уже интересней. Еще что? Видно, он любитель штампов, так как кнопка на стуле учителя совсем сбитый ход. Или он просто хочет запутать следствие. Так, а поподробнее? Преступник действовал в одиночку, так как если бы у него был сообщник, то двоих дети в классе могли бы заметить. И кто же это мог быть? Ватсон! Все улики указывают на то, что это был Костя Мариарти из седьмого Б. Совершенно неправильно, Ватсон. У того Мариарти из седьмого Б обувь сорокового размера, а этот след – тридцать седьмого. Я так понимаю, у вас уже есть ответ на этот вопрос. И кто же это? По всем добытым мной уликам это сделал… Кто же? Я. Кто же? Субтитры сделал DimaTorzok